Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый? Разбор на укулеле! И сегодня мы с вами будем учить песню нашей любимой цветочной подружки Алену Швец. Если ты такой же фанат или фанатка, как и я, ее творчество, то у меня на канале есть целый плейлист. Обязательно его посмотри. Ну а сегодня я научу тебя играть песню Алену Швец «Первое свидание». Ну а перед началом этого разбора посмотри, пожалуйста, подписан ли ты на мой канал, поставь лайк этому видео, потому что я буду плакать, и Пепочка будет расстраиваться, если ты не подписан на наш канал, как бы. Ну а для этого бери укулеле в руки и погнали учиться! Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовой собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу. И мое сердечко болит от любви, просто слушай, ничего мне не говори. И по традиции начнем, конечно же, разбор песни с аккордов. Скажу сразу, понадобится каподастер, а может не понадобится каподастер. Чуть позже я расскажу, почему так. Первый аккорд аккорд АМ мы с вами зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд СМ, зажимаем первую струну на третьем ладу. Третий аккорд, аккорд ЕМ, зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом. То есть вот такая вот лесенка у нас. И последний аккорд, аккорд G. Зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Все вместе. По сути у нас все по аккордам, все эти аккорды на протяжении всей песни повторяются. И в куплете, и в припеве, и, короче, переходы, во всем, что куда можно пихнуть, они у нас там будут играться. Смотрите, теперь по каподастру. Оригинал песни играется с каподастром на втором ладу. Ну, то есть, типа, мы ставим его на второй лад и от него отсчитываем. То есть, теперь у нас каподаство служит нулевым ладом. И считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, расчет окончен. Это как вариант. Кто хочет звучать как оригинал и ему удобно петь под оригинал, возьмите каподастр. Ну, а кого нет этого каподастр, берем карандаш с икеи, резинку для волос, это все наматываем, на одну песню вам пойдет. Если что, на алике закажите, они не такие дорогие. Это касаемо каподастр, то есть, оригинал песни под каподастр, можете попробовать вообще, в принципе, без каподастр спеть. Это просто на тон ниже, типа, типа... Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов, и спрячу. Или, например, с каподастром. Ну, по сути, я вот сейчас спела, а мне так и низко оказалось. То есть, оригинал будет так звучать. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов, и спрячу. То есть, выбирайте, как удобно, так и играйте. И поэтому этот аккорд мы ставим таким образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой новый интерактивный сборничек по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся тебе нужная информация, написанная без лишней воды и в виде картинок. А если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну, а вся подробная информация по содержанию этого сборника и как его приобрести, по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Аккордами и каподастром мы более-менее решили. Теперь время боя. Смотрите, оригинал играется одним и тем же рисунком от начала до конца. Я вам покажу оригинальную штуку. Кому неинтересно это играть от начала до конца. Я предлагаю сделать несколько вариантов, как вы можете это разнообразить. Уже от вас зависит, как вы будете играть. Или один рисунок от А до Я, от начала до конца, то есть, да. Или же в каких-то местах фишки-плюшки будете добавлять. То есть, от вас все зависит. Тут время креатива, ребята. Не нужно себя ставить в рамки. Короче, смотрите. В оригинале у нас играется следующим образом. Четвертая струна, третья. И потом первая и вторая струна вместе. То есть, как бы такой щипок образуется. То есть, 4-3. Не надо играть одним пальчиком, пожалуйста, я вас прошу. Еще раз смотрите. 4-3-бам. 4-3-бам. Кому сложно играть щипком, просто играйте 4-3-2-1. И вот этот рисунок играем один раз на один аккор. То есть. Или. У кого трудности с арпежью, по-другому перебор, на канале целый видос, обязательно посмотри и возвращайся сюда. Это что касаемо вступлений. И, по сути, можно было на этом весь разбор закончить. Тепо, 7 пока, досвидули. Но, можно сыграть и по-другому. Например, взять бой пятерка. Я вот не знаю, точно ли он пятерка называется. Я просто его пятеркой называю. Рисунок следующий. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть, последние 4 удара, они будут чуть быстрее. То есть, смотри. Давай еще раз. И еще раз. То есть, это будем мы играть один раз на один аккорд. Конечно, вы можете взять свою любимую шестерочку. Ее никто не запрещает играть. Просто, ну, это будет играться как-то, ну... Не надо так, пожалуйста, делать. Давайте присоединим все это со словами в припеве. То есть, мы начинаем играть эту песню с припева. И я предлагаю за первым разом, например, сыграть или так. Или так. А за вторым разом уже добавить бой. Чтобы уже было какое-то разнообразие. Иначе, опять же, повторюсь, очень скучно играть от начала до конца все одним рисунком. Погнали соединять. И... Я приду, когда зацветет весна И покрасит розовый собой облака Заберу букет полевых цветов И спрячу И мое сердечко болит от любви Просто слушай, ничего мне не говори Первое свидание, последние весны Я плачу Пошел бой? Я приду, когда зацветет весна И покрасит розовый собой облака Заберу букет полевых цветов И спрячу И мое сердечко болит от любви Просто слушай, ничего мне не говори Первое свидание, последние весны Я плачу Понятно, да, более-менее, что происходит? Вот вы этот бой Мисс Мисс вверх, мисс вверх Можете играть и в куплете полностью И в припевах Тоже можете его играть Можете вообще миксовать То есть, например, припевы играть вот щелчком или перебором Вот этим, да? Или... А куплеты, наоборот, играть боем Ну, для кого вообще лень все это играть Выбирайте вообще Можете полностью играть песню От начала до конца Этим же самым боем Можете шестерку умудриться Я шестерку даже не буду показывать вам Ну, или же просто Угу Вот тут вот уже время, опять же, повторюсь От Ива Как вы можете это все поиграть, посмотреть Разбор на укулеле Далее Мы играем с вами куплет Первый, опять же, да? Тот вариант, который вы выбрали, играете Ну, давайте я вам покажу один из вариантов Как у вас это может выглядеть В городе вчера зацвела сирень Цепит лепестки и бросает тень Словно в аниме заблестят зрачки Невзаимно ты прости В питерской квартире тот-то точит ножи Будущая жертва собирает цветы Встреча их случится, только ты подожди Подожди Я приду, когда зацветет весна И так далее мы поем А можете сыграть первый куплет Следующим образом В городе вчера зацвела сирень Цепит лепестки и бросает тень Словно в аниме заблестят зрачки Невзаимно ты прости В питерской квартире тот-то точит ножи Будущая жертва собирает цветы Встреча их случится, только ты подожди Подожди Короче, более-менее понятно, что происходит Супер круто, классно Далее смотрим, а у нас опять повторяется с вами припев Далее у нас с вами идет второй куплет Аналогичным образом, как вы выбрали, так играете Опять потом повторяется припев И в конце вот есть кода Как бы такая концовочка Финита ля комедия, скажем так Вот там вот мы играем просто один удар вниз На один аккорд То есть получается Я надеюсь, вы поняли, как играть эту песню Видите, в этот раз я вам дала место для творчества Пожалуйста, помутите свой вариант, как вы можете играть эту песню Но если у вас остались вопросы, все-таки какие-то непонятки Че, куда, как играть Или пересмотри разбор этот еще раз Ну или все-таки можешь написать мне в комментариях Я обязательно все прочту и отвечу Ну если тебе понравился этот разбор То обязательно поставь свой лайк Также напиши в комментариях свои варианты На следующие разборы песен и мелодии И возможно именно твою хотелку мы будем учить в следующий раз Кто знает Если ты хочешь, чтобы я заметила все твои укулели старания То все очень просто Учишь любую песню и мелодию с моих разборов И обязательно отметь мой инстаграмчик Даша Киропич Чтобы ко мне пришли все оповещения И я дала тебе обратную связь Ну а также в моем инстаграме Каждый вторник в 6 часов вечера по МСК Проходят прямые эфиры Где я тебя обучаю какие-то фишкам, плюшкам Короче, болтаю, тучай на все твои вопросы И дарю подарки Поэтому обязательно подписывайся И приходи на прямой эфир Если ты хочешь поддерживать все мои труды и старания В финансовом плане То все очень просто Ты можешь купить мой сборничек Или наклеечки Или открыточки Или подписаться на доната Или на бусте Вот как, например, делают все эти ребята Спасибо им огромное за это Замен они получают клевые ништяки И весь раздаточный материал Но меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok